МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действовал шторм-прогноз. Так накануне задержалось несколько рейсов в Барнаул из Москвы и Санкт-Петербурга. А самолет из Сочи вынужденно приземлился в Новосибирске. Еще два борта, направлявшихся в Москву, наоборот, не смогли вовремя вылететь из краевой столицы. Сложной до сих пор остается обстановка и на дорогах региона. В ночь на пятницу на расчистку федеральных трасс вывели 400 единиц техники. А 2 марта одну из дорог на участке от Шипунова до Рубцовска из-за гололеда полностью перекрывали. Это случилось после ДТП с пассажирским автобусом, в котором два пассажира погибли и несколько человек пострадали. Непогода, по прогнозу синоптиков, продлится и все выходные. Сотрудники ГИБДД и спасатели обращаются к водителям с просьбой не совершать дальних поездок без особой надобности. В случае форс-мажора звонить на номер экстренной службы 112. На тотальное бездорожье жалуются жители Локтевского района. По их словам, сразу несколько населенных пунктов словно отрезаны от большой земли. Люди вызывают спецслужбы, чтобы попасть с детьми в ЦРБ или купить лекарства в райцентре. Хлопчик какой-то, видать, с утра заскочил. Короче, тут не проехать. Камазы застряли два. И машин куча стоит. Мы сегодня, вот мне сдавать кровь надо было срочно, да? Кровь с 8 до 10. А я приехала уже полдесятого. Потому что застряли где-то на дороге. Да, и стояли целых почти час или час-двадцать. А дороги, если прочищены, то не посыпаны именно там, где вот пешеходные переходы. Лед прям, голимый лед. Вот я упала прямо вот на пешеходном переходе. Непробиваемые дороги между населенными пунктами сплошной гололед в горняке. А жители района говорят, что уже отчаялись надеяться на помощь местных властей и потому обращаются в СМИ. По словам людей, дороги чистят настолько редко и плохо, что по ним не могут проехать даже грузовые машины и экстренные службы. Так уже не раз было, что до пациентов не могла добраться скорая помощь. Каких-либо пояснений по телефону от ответственных лиц в районе мы не получили. Поэтому направили официальный запрос в администрацию. Весеннее половодье в крае может начаться уже в конце марта. По прогнозу синоптиков, резкое потепление в предгорьях ожидают в ближайшие дни до плюс 14 градусов в дневное время. К паводку в регионе уже начали готовиться. Так, под Барнаулом на неделе спасатели отрабатывали действия. Масштабные учения собрали десятки спецтехники и сотню человек. Побывала там и наш корреспондент Анастасия Дороган. Затопленных территорий эвакуируют жителей. Такова учебная легенда. Рядом оттачивают оперативную откачку воды. Во время паводка думать будет некогда. Один из сигналов быть настороже – то, что в ноябре почва края промерзла. Что осложнит ситуацию со впитыванием талой воды. И поэтому мы ожидаем, что у нас будет интенсивный склонный высток при повышенных температурах, при активном снеготаянии. В ближайшие дни в предгорьях обещают до плюс 14 градусов. На Алтае готовятся к весеннему половодию. По словам спасателей, сравнивать первую волну паводка в марте и вторую в мае-июне очень сложно, потому что они разные по специфике. В первом случае они должны экстренно включаться в спасение. А во втором случае можно подумать о предотвращении последствий. После неожиданной и разрушительной первой волны в марте 2018-го к весне спецслужбы в боевой готовности. В этом году паводок потенциально затронет 33 тысячи жителей края. Для этого транспортера репетиция может стать генеральной. Он еще ни разу не был в зоне ЧАЭС. Техника ездит по земле, по воде плывет, при случае вытянет застрявшую машину и всегда эвакуирует людей. Представим, что мы в половоде, и мы можем спасти 25 человек. А разгоняется эта машина максимум на 60 км в час. Но это, конечно, очень много. Обычно он намного медленнее едет. Эмоционально тяжело. Когда особенно дети пострадали, это очень тяжело. Мы это переживаем. Мы психологически к этому готовы. Как говорится, мы с холодной головой подходим. По снегозапасам, сообщают специалисты, этот год мало чем отличается от прошлого. Но перед второй волной запасы снега в горах еще оценят. Краснощоковский район отсыпал камнем несколько сел, чтобы участки не топило. В муниципалитетах проверяют систему оповещения и пропускают воду. Проводятся конкурсные мероприятия по заключению контрактов на перевозку спасателей на вертолетах, взрывников при каких-то заторах. В готовности также медики, дорожники, энергетики. В управлении ветеринарии отрабатывают дезинфекцию. Территорий с помощью техники, домов с вот этим рюкзаком на плечах. А это конечная труба? То есть это все? Сюда уже это вылетает. То есть мы могли бы включить, но здесь все будут в воде тогда. И если там раствор, то сколько плюс килограммов? Еще плюс 20. Ну, довольно тяжелое мероприятие, скажу я вам. К концу марта в край должно прийти стабильное тепло. Так что проявления паводка специалисты ожидают к середине апреля. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. Шинный завод оправился от пожара. По крайней мере в кадровом плане. Все его сотрудники после простоя вышли на работу, сообщили на неделю в Министерстве промышленности и энергетики. Напомним, крупный пожар на заводе произошел 9 декабря. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. Огонь уничтожил часть оборудования и значительно разрушил производственный цех. В нем готовили резиновую смесь для изготовления шин Нортека и Ярославского шинного завода. Больше тысячи работников предприятия тогда вынужденно отправили в простой, правда с сохранением части заработной платы. Спустя почти два месяца шинный завод вернул на рабочие места всех сотрудников. Это почти 2700 человек. Сейчас завод запустил пять резиносмесителей, пострадавших в пожаре, и договорился о получении резиновой смеси от других заводов России. И уже весной этого года на предприятии планируют вернуться к объемам производства 2022 года. А вот мелкий и средний бизнес нуждается в поддержке. К этому призывали участники встречи, на которой отчитывался региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей. Чем сегодня обеспокоено бизнес-сообщество края и какие проблемы нужно решать в турбо-режиме, в сюжете Валентина Аскеровой. Высокие страховые взносы, рост налоговых платежей, санкционное ограничение на ведение бизнеса, завышенная кадастровая стоимость земли и объектов недвижимого имущества. Системные проблемы, с которыми из года в год сталкиваются алтайские бизнесмены, пояснил в своем докладе уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов. Большинство предпринимателей сталкиваются с необоснованно завышенной кадастровой стоимостью объектов, которые не соответствуют рыночной. Ну и вот для примера. Один земельный участок кадастровой стоимости увеличилось с 4 миллионов до 360 миллионов. Второй земельный участок с 656 тысяч до 39 миллионов. Не столько поддержать бизнес компенсациями, сколько помочь с кадрами. Точнее увеличить количество бесплатных мест в среднеспециальных заведениях. Об этом сейчас спросят многие предприниматели. Кто получил цирку 5, кто туда поступает, скажем так, на государственный счет. А кто плохо получится, то он должен пойти на плавное. Но на плавное он должен тогда пойти не рабочую, а специальность выбрать. Потому что какую-то другую будет специальность, потому что родители будут за него платить денежные средства. И здесь вот и мы теряем как раз на производстве такие кадры. В прошлом году было проведено свыше 70 мероприятий для бизнеса общества. Обучено свыше 800 человек. Несмотря на трудности и высокую финансовую нагрузку, предприниматели стараются завлекать в деловую сферу. Это и обучающие мероприятия для бизнеса, и на местах, и с использованием онлайн, проведение социологических исследований бизнес-климата. В качестве средств коммуникации работает интернет-приемная и официальный сайт уполномоченного. Итог заседания – доклад. В конце марта документ о проблемах предпринимательства направит губернатору края в краевое законсобрание, общественную палату и уполномоченному при президенте страны по защите прав предпринимателей. Палентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком. Жители Рубцовска уже 10 лет задыхаются от шашлыка. Люди живут по соседству с шашлычной, которая, как они говорят, отравляет им жизнь. Все дело в трубе. Дым из нее окутывает ближайшие дома. Рубцовчане порой даже не могут открыть окна из-за постоянного запаха жареного мяса и сала. При этом в местной администрации не могут решить эту проблему в рамках своей компетенции, опасаясь излишнего давления на предпринимателя. Подробнее в нашем репортаже. На холодильнике и на микроволновке куски жирной сажи. Я задыхаюсь. Не хватает кислорода. Если открыта у меня дверь на балкон, то это уже конец, значит, не придет. Они уже сами почти прокоптились. Жители этого дома живут в соседстве с шашлычной. И если для прохожих запах жареного мяса кажется заманчивым, то для этих людей уже давно нет. Виной всему эта труба. Вот эта труба, она на самом деле душит людей. Один раз в прошлый год выхожу я из дома, машина стоит, и у меня на машине вот такие пятаки. Я был удивлен, но это жир. Стараюсь проветривать квартиру где-то после часа. Вот стою ночью и пытаюсь открыть. До этого невозможно. Запах жира, сала, он проникает в квартиру и раздражает. Приходится закрывать все окна. Я вот у товарища был, вот сегодня посмотрел на форточке, у него такая там висит. Толкые пятна вот у нас. Она не просто черная, она, ну, можно пироги жарить на ней. Вот такая вот штука, я каждые два месяца ее вставляю. Два месяца нету. Вон целый рулон этого поролона. Вот из такого дела получается вот таким вот такой. А если без него один раз, вообще вот эта шторка вся черная вообще. Утром просыпаюсь, думаю, да вообще, что такое. Так люди живут уже больше десяти лет. Надо признать, что шашлыки здесь действительно вкусные. Об этом говорят отзывы в соцсетях. Кто-то считает, что шашлычный вообще самое вкусное мясо в городе. Вот только предприниматель уже давно должен был демонтировать трубу и установить электрогриль, чтобы радовать не только посетителей, но и своих соседей. Люди обращались в разные органы, в том числе в суд. И вроде закон на их стороне, но пока постановления суда игнорируются. Никто не собирается исполнять решение суда. Никакие изменения не повлияли на деятельность данного предпринимателя. Труба как коптила, так и коптила. А прошло уже с момента почти восемь лет, как это постановление. Суд был, по-моему, в 2015 году. Никаких изменений не происходит. В шашлычной нас встретили не очень доброжелательно. Разрешение, что вы здесь снимаете нас, вы не имеете права. Вы знаете, что не разрешено топить ни углем, ни дровами внутри помещения. Есть правило СанПИНа. Такого закона я не видела. Это есть правило СанПИНа. Откройте и посмотрите. Я буду, как депутат, добиваться, чтобы у вас была здесь электрогриль, но не мангар. Люди не жалуются. Я живу в этом доме против два человека. Никакого жалоба, ничего нет. Не надо сочинять ничего здесь. Конструктивный диалог не случился. Пытаемся получить ответ от мэрии, ведь они прекрасно знают о конфликте. Мы не бросаем, мы все время этим вопросом занимаемся. Насколько это эффективно у нас получается, другой вопрос. Просто у нас в строго ограниченных рамках нашей компетенции. Предприниматель может оценить это как давление или, так скажем, противодействие занятий предпринимательской деятельности. А это уже уголовная статья. Администрация Рубцовска действительно ведет какие-то переговоры с шашлычной. Как нам стало известно, пару лет назад власти дали разрешение предпринимателю на устройство парковки. Кроме того, администрация еще и позволила вырубить несколько деревьев ради этого дела. Еще через год предприниматель просит разрешение для пристройки кочегарки. И так появляется вторая труба в этой шашлычной. Участок земли люди отстоять смогли. Хотя предприниматель все же успел спилить деревья, которые посадили местные жители. Сегодня остается открытым вопрос о глотке свежего воздуха. И властям стоило бы быть более настойчивыми, потому что... Не исключено, что под окнами местных чиновников тоже когда-нибудь запахнет жареным. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День с толком. В марте алтайские аграрии должны получить свыше полутора миллиардов рублей господдержки. Ее доведение до местных хозяйств, заверил губернатор края, в этом году ускорят. Над этим уже работает региональное правительство, подчеркнул Виктор Томенко на слете лучших животноводов края. В этом месяце сельхозпроизводители должны получить 60% всех лимитов, запланированных на 2003 год. Кстати, свыше миллиарда рублей получат предприятия, которые работают в сфере животноводства. Их продукцию знают далеко за пределами региона и по производству молока. Алтайский край входит в первую пятерку российских регионов, говорят представители аграрного сектора. А вот в целом наш край отнесли к числу регионов самым низким прожиточным минимумом. Рейтинг субъектов сформировало независимое исследовательское агентство. По нему в некоторых областях и республиках страны, правда, этот показатель еще ниже. К примеру, самый скромный прожиточный минимум зафиксирован в новых российских регионах, Донецкой и Луганской народных республиках, чуть больше 11 тысяч рублей. Наш край делит девятую строчку рейтинга наряду с Адмуртией, Кировской, Рязанской и Ульяновской областями. Прожиточный минимум в этих регионах – 12 794 рубля. На самом деле разница в суммах отличается незначительно от 100 до 300 рублей. К примеру, в субъектах, которые занимают шестую строчку списка – это Воронежская область, Адыгея, Чувашская республика – прожиточный минимум составляет 12 363 рубля, а в Курской и Оренбургской областях – 12 506 рублей. В среднем в России прожиточный минимум находится на отметке 14 375 рублей. Отметим, в этом году в Алтайском крае его размер возрастет на 704 рубля. Объем строительства многоквартирных домов в крае уменьшился на 20%. Таково соотношение результатов 2022 года по сравнению с 2021. Зато чаще стали возводить частные дома. Накануне эксперты строительной отрасли региона обсудили последние тенденции. Какие из них вызывают беспокойство, знает Анна Рашагирова. Прошлый год знаковый для строительной отрасли региона, а работа шла в новых экономических реалиях – на фоне СВО, скачков цен и санкций. И хотя очередной план по вводу жилья был выполнен, по сравнению с 2021 годом отрасль просела. Так, строительство жилых домов упало на 7%, на 20% уменьшился объем построенных многоквартирных домов. Объем незавершенного строительства высоток, хотя и сократился почти в два раза, одновременно вызывает и беспокойство. Объем незавершенного строительства многоквартирных домов за последние три года сократился почти в два раза. С 1,2 миллиона квадратных метров до 65 тысяч. Что говорит о сокращении количества запуска новых проектов. Такая-то тенденция приведет к ближайшим будущим к обвалу показателей ввода жилья в многоквартирных домах. А это, в свою очередь, замечает в Союзе строителей, ставит под угрозу реализацию планов по вводу жилья в ближайшие 2-3 года. По-прежнему без ответа вопрос тотального дефицита земли под будущую застройку, пробел в ценообразовании, продолжается провал в сфере социального строительства. И если не решать проблемы сейчас, Барнаул, уверяют застройщики, ждет неутешительное будущее. Регионы тускнеют, тускнеют, тухнут. Если мы не будем шевелиться, однозначно со временем мы станем биском и рудцовском. Что такое биск и рудцовский? Я постоянно привожу. Но не будет здесь ничего встроиться. О ситуации, которая сейчас наблюдается в отрасли в Союзе строителей, говорят, стабильно напряженная. Выйти из нее отчасти помогла бы четкая система взаимодействия между представителями сообщества и властями различных уровней. Но пока и с этим тоже сложно. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. К конструктивному диалогу власть призывают и другие специалисты строительной отрасли. В частности, проектировщики считают, что участники производственной цепочки сегодня настолько разрознены, что возникает масса проблем еще на этапе задумки объекта. О них обстоятельно нам рассказал генеральный директор одной из крупнейших в крае проектных организаций Владимир Колотов. Большая проблема именно во взаимодействии. Например, когда мы участвуем в конкурсе и в проектировании бюджетных объектов, очень важно, чтобы было правильно составлено техническое задание. То есть у нас есть объекты, когда мы делаем работу, а в результате появляется либо это очень дорогостоящий объект и в бюджете не подразумевает такую сумму, либо на каком-то этапе, например, меняется цель этого объекта и начинается все сначала. То есть это, во-первых, время затрачивается, во-вторых, соответственно, перепроектировать это всегда сложнее, потому что когда зарождается идея, у всей группы, кто участвует в проекте, она потом формируется в голове. Любое изменение, оно, как правило, начинает вносить какие-то ошибки. Ну, плюс у нас в любом случае, да, то есть организация большая, объектов много. Стало быть, у нас есть некий график выполнения проектных работ. И как только начинается корректировка, мы начинаем срывать какие-то другие объекты, что тоже, в общем-то, для нас проблематично. Чтобы решить проблему с некачественной проектно-сметной документацией и техзаданиями, в Крае предложили создать единую службу профессионального заказчика. Вопрос обсуждали также на собрании Союза строителей региона. Предполагается, что структура будет заниматься всеми объектами бюджетного строительства и, в частности, необходимой корректировкой строительных проектов. Систему высшего образования ждут скорые преобразования. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, в частности, об отказе от баллонской системы и возврате отечественных вузов к традиционной модели обучения, которая родом еще из Советского Союза. Но как восприняло переменные руководства алтайских учебных заведений, легко ли нашим вузам будет вернуться к специалитету, а главное, не возникнут ли трудностей у выпускников с дипломами бакалавров в нашем видеосюжете. Назад в прошлое баллонской системе в России решили сказать «нет». Правда, учебные заведения страны покинули ее еще в июне 22-го года. Немного истории. Присоединились к ней наши вузы 20 лет назад, в 2003-м. Говорят, вхождение оказалось непростым и причин достаточно. К примеру, обучить технической профессии за 4 года задачи не из легких. Система работала, ну, я бы так сказал, пятилетку за 4 года мы давали. Вот, конечно же, это было все в ущерб самому образованию, но они догонялись потом в магистратуре. Да, эти два года магистратуры, но опять же, опять по нашему университету, я скажу, что по магистратуре мы взяли такие завышенные требования, и у нас многие магистерские диссертации, это примерно 2 трети кандидатской диссертации. Нельзя сказать, что возвращение к специалитету 5 годам обучения будет резким. Просто потому, что многие вузы в России от него и не уходили. В том же техническом университете и сейчас есть студенты, которые обучаются не 4 года, а 5 лет. Заинтересовало само направление. Я увидел, что это именно инженеров выпускает направление, и какая-то тяга была к этому еще с детства. Ну и решил поступать. Также увидел, что 5 лет, а не 4 года идет обучение. Соответственно, были предположения, что больше объем знаний будет, выше уровень квалификации, и так оно действительно оказалось. В педагогическом специалитете тоже не новинка родом из советских времен. Здесь последние 20 лет была возможность обучаться и на обычном 4 года, и на так называемом двухпрофильном бакалавриате 5 лет. Для нашего региона, где школа преимущественно является сельской, и, соответственно, учитель полноценную нагрузку может набрать, реализуя сразу 1, 2, а то порой и 3 предмета. То есть вот в этом мы видим, ну, очевидный минус, конечно же, баллонской системы. Для нашего педагогического образования нужен полноценный специалитет, 5-летний, с хорошей нагрузкой и, в первую очередь, аудиторной нагрузкой, потому что по баллонской схеме очень многое отдается самостоятельной работы. К слову, проводить реформу в стране планируют не резко, а постепенно. В этом году вузы ждут прописанных стандартов образования, и, скорее, уже в 24-м выпускники начнут получать дипломы нового образца. Пока в России продолжат выдавать дипломы бакалавров и магистров. Первый вопрос был, это будет ли котироваться наш диплом о бакалавриате после перехода на специалитет, потому что, ну, другая программа, и работодателям, опять же, будет вставать вопрос, а насколько этот специалист грамотен вообще. Когда мы в нулевые годы переходили на бакалавриат, и тогда действительно многие директора школ считали, ну, вот какой-то недоученный бакалавр к нам пришел. Но сейчас как бы уже рынок труда, его представители, работодатели привыкли к тому, что выпускники сегодня это бакалавры. Я думаю, здесь дискриминации никакой не будет. Кстати, от магистратуры отказываться не планируют и при специалитете. Если профессия потребует дополнительной подготовки, то обучение студент сможет продолжить и на год, и на два. А вот будет ли российский диплом потом котироваться за границей – вопрос. Говорят, в дружественных странах точно. Впрочем, большая часть опрошенных нами студентов уезжать никуда и не собиралась. Специалистам довольно трудно найти место в зарубежных вузах, но можно. То есть все равно можно как-то посмотреть, какие принимаются, возможно, доздать какие-то экзамены или какие-то курсы повышающие пройти. Я не поступил ни в какой зарубежный вуз и планирую развиваться в рамках своего края, поэтому для меня это не актуально. Несмотря на реформу, отказываться от бакалавриата полностью, а также от обучения иностранцев российские вузы не планируют. Так что полным возвратом к прошлому новую систему вряд ли стоит называть, уверен министр высшего образования и науки России. По сути, изменения для преподавателей и студентов окажутся минимальными. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Объединением Барнаульской больницы номер 10 с Калманской ЦРБ обеспокоены жители городского поселка Южный. Они активно обсуждают анонимное письмо, в котором описано ужасное состояние дел в 10-й горбольнице. В частности, в нем говорится об остром дефиците врачей, массовом увольнении сотрудников и резком падении зарплат. Так ли это на самом деле узнавала наш корреспондент Анастасия Дороган, который одной из первых прокомментировал ситуацию новый главврач больницы Константин Печенников. Жители Южного на нервах. В сети летает анонимное письмо о плачевных делах в 10-й горбольнице. Единственное на этот и еще десяток близлежащих барнаульских поселков. Катастрофы там называют объединение больницы и Калманской ЦРБ. Плановая работа ведется здесь, но не по объединению Калманской ЦРБ и горбольницы номер 10. Речь идет о том, что мы часть работы организационно-бухгалтерско-экономической берем на себя типа аутсорсинг. Частично расчетчики, бухгалтеры, экономисты будут там сидеть. Но они будут трудоустроены у нас здесь и подчиняться нашему просто главному бухгалтеру. Это первое интервью Константина Печенникова. После назначения его на должность главврача 10-й горбольницы, скажем прямо, проблемного медучреждения. Лет 10 назад люди жаловались на удручающее состояние детского инфекционного отделения, а в последние годы на общую нехватку врачей. Мы приезжали в больницу после волны увольнений в ноябре 22-го года. Тогда бывший главврач Павел Полников объяснял уход кадров с необходимостью перерасчета пенсии. В напугавшей людей анонимке сказано, что с начала года уволилось уже 40 человек. За этот период у меня уволилось 6 врачей, 8 сотрудников среднего медперсонала, трудоустроенные, 11 врачей и 4 сотрудника среднего персонала. Да, с приходом моего руководителя могу сказать, что, наверное, у меня требования другие. Например, пояснил главврач, некоторые консервативно настроенные не хотели заполнять электронные документы. Никто изволившихся не писал в прокуратуру. Терапевт Юрий Меркулов, которому приписывают увольнение из-за падения заработка, не обращался в органы. Это он нам подтвердил в неофициальной беседе. Снижение зарплат не произошло, заверил руководитель. С начала года, рассказал главврач, он привлек хирурга, трех участковых терапевтов, рентгенолога, лора, эпидемиолога, врача УЗИ. Единственное, что я обратила внимание, у нас при входе, ну, чище стало, потому что при входе заставляют одевать бахилы. Болеющие разницу от смены руководства пока не ощутили. Такое часто происходит? Что месяц ждать анализы всегда? Мне нужно к невропатологу, я уже полгода к нему не могу попасть. Нет хирурга, нет офтальмолога, и причина неизвестная, почему люди уходят. Эти причины персонально каждому пациенту вряд ли объяснят, но предупредят об отсутствии того или иного специалиста. Представители совета общественников больницы теперь дежурят по утрам в коридорах поликлиники для нейтрализации конфликтов. А вот вы слышите, например, люди жалуются, потом эту информацию передаете главному врачу или как? Нет, мы решили так. Многих врачей не хватает. То есть мы объясняем очереди, что этого нет врача, этого нет врача. А у кабинетов таких врачей чаще всего возникают вопросы у людей? Ну, терапевты. К концу года главврач обещает открыть кабинет маммографии в больнице. Оборудование уже ждет. А в ближайшем будущем руководитель рассчитывает войти в КАИП на расширение больницы. Неподалеку строится несколько многоэтажек, иначе для новых участковых терапевтов просто не будет места. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле продолжается суд над мужчиной, который заступился за свою соседку. Об этой истории мы рассказывали еще в середине января. Евгений Амельичкин увидел, как его соседку окружили судебные приставы, пытаясь изъять автомобиль. Мужчина поинтересовался, в чем дело, а в итоге оказался на скамье подсудимых. Что об этом думает сам подсудимый, который сегодня выступил на заседании, смотрите в нашем сюжете. Барнаулиц оказался на скамье подсудимых после того, как заступился за свою соседку. Эта новость будоражила соцсети, поэтому тысячи зрителей продолжают следить за судьбой Евгения Амельичкина. Летом прошлого года судебные приставы решили изъять автомобиль у одинокой женщины с ребенком. Она выплачивала долг умершей мамы, с каждой зарплаты с нее вычитывали 50%. Просрочек не было, и эта женщина, как мы уже ранее говорили, может подтвердить выписками с карты. В тот день, когда к женщине приехали приставы, окружили ее, Евгений Амельичкин вышел из дома, увидел свою соседку, всю в слезах. Сегодня мужчина выступил в суде и объяснил, почему не смог пройти мимо. Сегодня в суде также выступили свидетели со стороны защиты. Одна из них, собственно, женщина, у которой хотели изъять автомобиль. Как пояснила Виктория Петрова, долг от мамы перешел по наследству. Оставалось выплатить 60 тысяч рублей. При том, что не было просрочек, приставы решили изъять автомобиль, рыночная стоимость которого примерно 800 тысяч рублей. Что я, я не знаю, я злостный неплательщик, я не знаю, я должна миллионы. Нет, этого не было. Я платила исправно. У меня долг образовался в связи со смертью моей мамы. Он перешел ко мне по наследству, я его платить не отказывалась. Я его платила. И когда понаехало столько народу, конечно, я была в шоке. Амельичкин вышел и спросил, что вообще здесь происходит. Потому что половина были в гражданской одежде, а кто-то там был в форме. Потерпевший Алексей Гончаров. Напомним, пристав выступил против видеосъемки в суде. Ранее он уже поделился своими нравственными страданиями с участниками процесса. По словам мужчины, Амельичкин его оскорблял. После этого пристав даже плохо себя чувствовал. Также он потребовал 20 тысяч рублей за моральный ущерб. По словам Евгения, нецензурная брань могла быть, но не в адрес пристава. Она не была конкретно кому-то обращена. А просто я от этого беспредела, возможно, и выразился нецензурной брани, что в общем порядке, что вы здесь творите. Евгений недоумевает, как он мог оскорбить представителя власти, если этот представитель, по словам подсудимого, даже не показал удостоверение. Удостоверение не предъявляли. Во-первых, нагрудный знак у него также отсутствовал, что давало мне повод усомниться, что он действительно находится на службе. Женщина сидит, ей плохо, она в слезах. И говорит, пусть она хоть действительно задохнется, хоть большую малую нужду там справляет, все равно автомобиль будет наш. Я понял, что просто приехали забрать автомобиль, на это были настроены. Я сказал Петрову, что надо вызывать срочно полицию, действия эти точно незаконны. Хочу предъявить документ, заверенный, что в тот раз потепивший пояснял, что вызывали полицию они, вызывали полицию мы. Есть документ. Отметим, что в тот день жильцам дома все же удалось отстоять машину Виктории, несмотря на то, что приставы уже вызвали эвакуатор. Совсем скоро в суде должны перейти к прениям. Ну а телеканал Толк обязательно продолжит следить за этой историей. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. Бывшего депутата Барнаульской гордомы Ивана Куци и предпринимателя Артура Моносяна признали виновными в деле о крупном мошенничестве, сообщают источники портала Банкфакс. Центральный районный суд Краевой столицы вынес приговор на закрытом заседании. Речь идет о махинациях с поставками оборудования по муниципальным закупкам. Таинственные заседания наблюдатели объясняют тем, что в деле могут упоминаться высокопоставленные краевые чиновники. В следственном комитете сообщают, что ранее подсудимые признали вину и покрыли причиненный ущерб. Суд назначил каждому наказание в виде штрафа в размере около 3 миллионов рублей. Многодетная семья из Новоалтайска судится с городской властью из-за земельного участка, который положен ей по закону. Дроздовы говорят, что вынуждены были затеять тяжбу. Участок они ждали 10 лет. Но в итоге, уверены многодетные родители, администрация незаконно его присвоила. Подробности в следующем сюжете. На этом месте мог бы стоять новый дом, где могла разместиться семья, в которой воспитывают семерых детей. Но пока тут только кусты и бесхозные постройки. Сдвинуть дело с мертвой точки мешает земельный вопрос, который долгие годы для многодетной семьи не находит ответа. Дроздовы сначала в очереди 7 лет ждали участок, а в 2020 году решили действовать другим законным способом. Данный земельный участок, о чем сейчас речь идет, я нашла самостоятельно. Заказала схему у кадастрового инженера. Оплатив эту схему, я обратилась в администрацию города на согласование, на схему. И здесь начались проблемы. В администрации схему согласовывать отказались. Сначала поводом стали уже существующие на том участке бесхозные постройки. Затем непонятный простому человеку термин – изломанность границ. Изломанность границ – это очень широкое понятие. Определения этому понятию нет в законодательстве. То есть его понимают все, как хотят. Но администрация говорила о следующем, что не прямоугольный земельный участок, а 6 поворотных точек имеет. То есть не 4 поворотных точки, как у правильного прямоугольника, а 6. Вот в этом заключается изломанность границ. Изломанный ответ Дроздовых не устроил. Они обратились в городской суд. Он стал на сторону многодетной семьи и обязал администрацию пересмотреть решение. Но вместо этого, рассказывает женщина, мэрия Новоалтайска подала апелляцию. История получила новый виток. Обратившись к данному кадастровому инженеру, администрация города формирует этот участок, то есть мой, который я нашла, формирует себе. То есть отказав многодетной маме, они формируют себе. Вот в этом и проблема вся. В ответе на запрос от нашей редакции, власти Новоалтайска снова указали на изломанность границ и подчеркнули, что это теперь действительно муниципальная земля. На ней планируют разместить сквер при детской поликлинике. Это муниципальная земля, и этот участок, он не будет никогда передан никакому физическому лицу, будет использован для нужд города, скажем так. И вот обвинение администрации в том, что мы этот участок нашли, а вы сейчас кому-то ему другому дадите, он неправомочен и не имеет под собой никаких оснований. То есть на самом деле с учетом того, что он был действительно необычной конфигурацией, мы его просто, скажем, добавили к той территории, которая де-факто уже и чистилась муниципальной. Но семья сдаваться не собирается и намерена отвоевать сформированный за свои деньги, а это несколько десятков тысяч рублей, участок. Тем более, что уже и в Краевом суде отказ администрации Новоалтайска предоставить участок Дроздовым признали незаконным. Мы же продолжим следить за развитием истории. Анна Рашагирова, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. И в завершении выпуска сюжет, предваряющий женский праздник 8 марта. В Барнауле выбрали маленькую особенную мисс на втором ежегодном конкурсе красоты и талантов среди особенных девочек. У многих из них ДЦП или синдром Дауна, но для конкурсантов диагноз ничего не значит. О том, как маленькие участницы ломают стандарты красоты и кто получил главный приз, титул красавицы и корону, смотрите в сюжете. Визитка, творческий конкурс, дефиле. Целый месяц девочки активно готовились к своему звездному часу. Эмоций и волнений было много, но это того стоило, рассказывают участницы. Когда мне хлопали, я улыбалась им всем. И они говорят «Браво, браво!» Я говорю «Спасибо вам большое». Каждая девочка достойна победы, все они лучшие для нас. А кто? Все королевы, все принцессы. Каждая по-своему замечательная и творческая девочка. Но все же это настоящая борьба за настоящую корону. Девочкам нужно удивить жюри своими талантами. Песни, танцы, стихи, спортивные номера. Выбрать самую-самую конкурсантку не так просто. Эта история не про красоту внешнюю и не под мировые стандарты. Это мероприятие конкретно. Оно приурочено к тому, чтобы дети себя открывали. Чтобы дети чувствовали рядом с собой и вообще в целом поддержку. Но самый долгожданный момент – выход девочек в бальных платьях. Уже по традиции маленьких принцесс сопровождали известные мужчины нашего города. Спортсмены, бизнесмены, офицеры. А в финале конкурса участницы исполнили гимн добра вместе с сибирским музыкантом Львом Шапира. Титул «Маленькая особенная мисс» достался Ане Качесовой. Девочка поразила всех своим гимнастическим выступлением и упорством. Но подарки и право называться «Маленькой барнаульской красавицей» получила каждая участница. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. И на этом у меня все новости. Такими увидели главные события недели наши корреспонденты. А я напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова